приветствую вас друзья кто остается с нами на нашем канале кто видел обзор кухонного ножа масахира тот сразу поймет что мы будем делать как вы видели при обзоре ножа мы нарезали множество продуктов и захотели себе приготовить вкусный быстрый легкий обед мы сегодня готовим сыном назаром и хотим поделиться с вами нашим быстрым рецептом жареной картошки для этого мы нарезали картошку брусочком взяли укроп мелко накрошили нарезали мелко морковь и нарезали мелко лук ну сейчас будем готовить и делиться с вами нашими секретами вот друзья в предварительно разогретую сковородку налили около 70 миллилитров растительного масла и начинаем засыпать картофель картошку мы нарезали брусочками сейчас назар закинет парочку брусков показать примерно 5 на 5 миллиметров такие вот брусочки по толщине но по длине в принципе как как картошка теперь высыпаем высыпаем брусочек картошка делается быстро и получается очень вкусная главное для этого использовать большую емкость теперь постепенно перемешивая будем прожаривать картошку вот друзья в течение каждых пяти минут перемешиваем картошку до образования на ней золотистой корочки ну а пока друзья у нас жарится картошка мы будем делать вкусные быстрые куриные котлеты для этого нам понадобится куриная грудка немножечко черного хлеба пачка майонеза пару ложек муки высшего сорта и немножко кого крахмала лука и чеснока смотрите за процессом приготовления котлет для приготовления фарша используем майонез майонез в принципе можно использовать любой кто не любит майонез вместо майонеза мы также использовали и сметану что на вкусе котлет тоже отражалась очень хорошо то есть кто не любит майонез можете использовать сметану теперь добавляем лук и добавим чеснок лука где-то использовали две маленьких луковички репчатый лук и где-то три зубчика больших чеснока вот перемешиваем данную массу равномерно перемешиваем майонез распределить берем друзья пол чашки наливаем молока и добавляем туда 2 столовых ложки крахмала и размешиваем размешанную массу выливаем наш фарш получилось что-то похожее на сметану можно место молока используя также кефир перемешиваем и потом добавляем немножко муки чтобы при жарке котлеты не расклеивались вот перемешали муку и добавляем еще два яйца также не забываем посолить и добавить нашу любимую смесь перцев добавляем перец перца побольше соли по вкусу обычно соли где-то чайную ложку тоже пол чайной ложки опять же кто любит посоли ней кто любит поменьше соли вот так примерно перцев пока делаем котлетки вот такая у нас получается картошечка добавляем пол чайной ложки соль и все перемешиваем получилась такая красивая однородная масса пока жарится картошка мы дадим этой массе немножко настояться и напитаться вот так вот получается у нас картошка многие знают что уже в мае месяце хорошую картошку купить проблематично она у нас немножко стала мягкая но это не страшно вкус от этого ребята не поменяется а кто-то даже специально любит вот такую картошку закрывает при жарке крышкой чтобы она так распарилась ну что продолжаем готовить и теперь покажем вам дальше на второй сковородке мы подготовили укроп морковку лук и чеснок и начинаем тоже на среднем огне прожаривать данные ингредиенты тоже аккуратненько помешивать ну вот на медленном огне потом с медленного огня мы перейдем на средний огонь помешиваем начинают от овощей идти такой приятный аромат ну пока овощи поджариваются мы солим и перчим картофель тоже где-то чуть больше чайной ложки нам понадобится соли и перца соли и перца Все готовится, друзья, мужскими руками, и от этого блюда становится еще вкуснее. Ну, картошку сейчас уже выключаем, и она будет ждать дополнения, овощного дополнения. Овощи наконец-то поджарились, где-то жарили мы их около 15 минут. И теперь в жареные овощи мы добавляем картошку. И все вместе обретает неповторимый вкус. Так что, друзья, кому не лень, попробуйте, приготовьте, не пожалеете. Сейчас перемешиваем, накроем это все крышкой, и начнем жарить котлеты. Ну, вот, друзья, нагрели на сковородке масло, и начинаем закладывать наш приготовленный фарш. И будем жарить небольшие котлетки. И на медленном огне их прожариваем. Вот, друзья, перевернули котлеты. Вот такие вот они получаются. Ну, сейчас будем пробовать. Ну, вот, друзья, получилось вот такое аппетитное, вкусное блюдо. Жареная картошка с овощами и куриные котлеты на майонезе. Вот такая красота. Приятного всем аппетита. Кто не подписался, подписывайтесь на наш канал. Будем и дальше вас баловать всякими приготовлениями, кулинарными изысками домашними. Спасибо, кто смотрит мой канал, кто остается на моем канале. Всех благ вам, друзья. Всех благ вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok